Доброе утро, мои хорошие! Всем огромный пламенный итальянский чао! Ну что, новая неделя началась, понедельник начался, день начался. Сегодня снова у Никиты не было первого урока, не было урока химии, представляете? Опять химик к ней, снова химик к ней пришел. Кстати, когда я с ним разговаривала на родительском собрании, он живет в Турине, приезжает на работу так далеко. Сейчас я его отвезла, Никитушку, и когда я приехала... Его часто, кстати, не бывает на работе, потому что он живет далеко в Турине, полтора-два часа, и сюда приезжает на работу. Зачем? Почему там нельзя найти работу? Почему здесь не могут найти профессоров, которые живут рядом? И вот он часто, он не приезжает на работу, и поэтому вот такие плохие оценки у ребят, что он толком их не учит, не знаю, что делать. Короче, я отвезла Никиту на час позже в школу, и по дороге назад домой я заехала в Каррифор, купила две пуховочки такого хлеба, такие хлебцы. Потому что в прошлый раз я их купила, мужикам он очень понравился, а больше мы пока в других магазинах не можем найти такой хлеб. Потом купила маленькую упаковочку красной рыбки, потому что муж сказал все-таки ту большую упаковку, давай оставим на праздники, а чтобы покушать, найдем какую-то маленькую упаковку. Как раз я была в Каррифоре, и там была такая красная рыбка, 200 грамм, с хорошей скидкой, я ее взяла. И взяла на 1 евро, 1 евро 40 копеек, три такие маленькие фокаччи. Это Никите завтра на обед, потому что завтра Никита задерживается в школе, у них во вторник школа на час больше, а по пятницам у них школа на 2 часа больше, поэтому они там обедают. Вот я ему взяла три такие маленькие фокаччи, я их поделю, положу туда колбаску внутри, согрею, фольгу, и вот он там покушает. Чай у него с собой есть, водичка всегда, все такое. Все, я вот только вот хлеб, хлеб, красная рыбка и фокаччи. Все, вот такие вот маленькие покупочки я сделала, по-быстренькому приехала домой. А на улице у нас сырая такая погода, но я, в принципе, чувствую себя таким героем, что я вчера, вот когда возвращалась после Наталки, после того, как классно посидели, поболтали вообще, мило, по-душевному поговорили, почаевничали. И вот возвращалась вот так долго, вот где-то минут 35-40, если не больше, по темной дороге, и много машин было, и все эти фары ими отсвечивали. И так мне было непривычно, и не то, что страшно, а вот сердце все равно стучало, я так сосредоточенно ехала вообще. Ну слава Богу, доехали, все нормально, слава Богу, как говорится. Чувствую себя герой, действительно, раз я уже и через такое прошла, то могу вообще еще дальше ехать, как говорится, и даже ночью можно уже пробовать. Такие вот дела. Так, привет, снова у нас уже вечер, а я нынче приехала в город сама погулять. Вот что-то решила посмотреть все-таки наконец-то на вечерний город, красиво у нас. Ого, как здесь красиво. Елочка прям вся синяя-синяя там, а здесь олени, вау. Ого, ух ты, новая появилась, белая медведь. О, надо с ним сфоткаться обязательно. Посидеть можно на диванчике, олени. Так классно, вообще супер. И музыка весела, а там вообще шик, елочка. Так, это я центральной части города. О, прогуляемся. Вот видите, как красиво. Вся улица освещена далеко-далеко-далеко и туда, и туда, и туда вообще справа. А слева, я вам уже говорила, мне так нравятся синие огонечки. И вот эта елка вся с синими огоньками, вообще прямо как волшебная, да? Прямо как фантастическая. Так классно вообще, и шары такие большие белые. Там те же самые гирлянды висят. По той улице красиво как. У нас тут трафика прям машины, машины. Вот так вот вышла Галинка сама на прогулку. А что? Муж с работы уставший. Никита не захотел со мной пойти. А мне надоело, думаю, сидеть, надоело по району гулять. Решила по городу погулять, посмотреть, как тут красиво. Витрины вообще там прям суперские. Исусик. Класс. Красивый тут магазин. Везде, в принципе, сейчас везде красиво, везде гирлянды, висят так празднично. Люди гуляют. И я гуляю. Издалека тоже так красиво выглядит на фоне белых гирлянд. Синенькая елочка. Но в камере она почему-то синя-красная, кажется. Ничего себе. Тетя сейчас, скорее всего, в наш театр идут. На какой-то спектакль или концерт. Видите, платье в таком. Не видно в темноте. Но красивее платье черное такое. О, здесь у нас новый фитнес-клуб открылся, кстати, смотрите. Это степ-гимнастика. Интересно, какие тут у них цены, надо будет узнать. А тут еще и танцы рекламируют. С Рождеством. Так, это наш драматический театр. И вот тоже тут такие же гирлянды везде по улице. Красиво. Там у нас большая елка, где наш замок. Спарцесский. А здесь у нас рождественский базарчик. Тоже погуляем, наверное. Сколько тут изображений Иисуса разного. И там монашка, кстати, за кассой сидит. Ничего себе. Книжный магазин, монашка сидит за кассой. Скорее всего, видите, тут библейские книги много. Да. И детские. Всякие разные. Книжный магазин, монашка сидит за кассой. Подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал!